МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый заместитель председателя партии Нуратан прибыл в Кокшетау. Мавлина Шумбаев ознакомился с ходом реализации новых партийных проектов в Акмолинской области. Кокшетау принял участие в работе 31-й внеочередной конференции оба филиала партии. Делегаттар санық орымға сәйкес. Конференцияны ашу жөнде кімде қандай ұсыныз бар? Ашылсын деген ұсыныз келіп түсті? Басқа ұсыныздар бар ма? Жоқ, қабылданды. Нуратан партиясы Ақмала обласық филиалының 31-ші кезектен түс конференциясы ашы деп жарияланады. Конференция жұмысына Нуратан партиясы төріғасын бірінші орын басары Маулен Сағатқан ұлы Ашымбаев қатсыды. Және де Ақмала обласы әкімі Ермек Бұрынбай ұлы Маржықпаев. Мемлекеттік және құқық қорға орғандарын башылары, бұқаралық аппарат қызметкерлері, өкімет емес үмдардың өкілдерімен жасы тон жасыр қанатының белсенділері. Күрметті конференция делегаттары күн тәртіп деге мәселерді қарауға көшейік. Күн тәртімдегі алғашқы сұрақ бойынша, сөз Нұратан партия сәтеріғасының бірінші орын басары Маулен Сағатқан ұлы Ашымбаев қаберіледі. Күрметті әртістер, бүгін өзеріңізбен кезескеніме қуаныштымын. Ақмала обласы еліміз үшін ғорны ерекше өнірлердің бірі. Талай таланттар мен дарындар дүниеге келген аймақтың ел мәдениетімен тарихындағы маңызы зор. Сондаяқ областың ел экономикасындағы орына да ауқымды. Өнердің туризм саласындағы мүмкіндіктері де орысан зор. Жалпы сонғы жылдары областы ауыз толтырып байтарлықтай жұмыстар атқарылған айрықша атыл өткен жөн. Осы жұмыстарды таяудағына ел басын шешінмен өнерге башшы болып тағайындалған елмек бұрамбайылы маржық байып алдағы уақытта, лайықты жалғастырады деп сенеміз. Ақмола областының бұрынғы әкімі Нұротан партиясы областық филиалының түріғасы мәлік кенес байылы мұрзалин президент әкімшілігі башшысының орын басары қызметіне тағайындалған дәріміз жақсы білеміз. Осы ретте мәлік кенес байылына партиямыздың ол ұстық филиалының түріғасы бетінде атқарған жемістейін бек үшін алғысымды бұлдырғе ұсат ептіңіздер. Солған сәйкес, бүгінгі жейніміздің күн тәртіпі бойынша партия областық филиалының түріғасын сәйліғымыз керек. Елбасы партия түріғасының тапсырмасына сәйкес, Нұротан партиясы Ақмола областық филиалының түріғасына областы әкімі Ермек Боранбайолы Маржық Байыптың кандидатурасын ұсынамын. Осы ұсынысты құрметті әртістер дауысқа салайық. Кім осы ұсынысты қолдайды, дауыс берілеріңізді сұраймын. Кім қарсы қалыс қалғандар жоқ, шешім қабылданды. Күрметті әртістер, партиямыз Ақмола областық филиалының түріғасы болып, Ермек Боранбайолы Маржық Байып сайланды. Осы шешіме, Ермек Боранбайолы сізді шың жөрттен құтықтайыман. Алдағы уақытта партия төрағасы жүктеген барлық мақсатының дептер областы тауысты орналады деп сенемін. Қымбатты жерлестер, партиялыстар, алдымен сіздерді бүгін маңыл көн істін тізгінін беріп, білдірген жоғары сенім мен қолдауғарыңыз үшін шексіз салысынды білдіремін. Мен үшін бұл ең алдымен ел басы, барша партиялыстар алдындағы жоғар мәртебе және үлкін жауіп кершілік. Мен қолға алынған әр бір істін нәтижелі болуына бар білімді, және тәжіп емді жұмсаймын деген сенім білдіремін. Күн тәртімдегі екінші сұрақ қойынша, Нұратан партиялыстар ағасын бірінші орын басары, Маулеан Сағатқан ұлыр Ашымбайыққа сөз беру көрі ұсат етіңіздер. Елімізде сонғы екаптадан астам вақытын ішінде өте маңызды тарихи оқиыларын болғаны бергілі. 19-шы, науырыс күні Қазақстан республикасының тонғуш президенті елбасы Нұсултан Мәбішылы Назарбаев қалққа деуін жәрелап, өзінің президенттік өплеттігін тоқтататының мәлімдеді. Елбасымыз қашанда елмен қалқтың мүлдесін бірінші кезекке койып, әрдайын тұрыс шешімдер қабылдайтыны еті. Жалпы Қазақстан қалқ үшін елбасының есімі қашанда емлекеттілік, егемендік және тәуелсіздік сияқты аса маңыздық ұмылықтармен бір қатарда тұрады. Тұңғыш президентіміздің экономикалық және саяси реформалармен қалқымды жанғыру бағдарламасы еліміздің жан жақты дамуын қамтымасы епті. Тұңғыш президентіміз үнемі қалқтың өмір сүру сапасын артыруға, жастар мен көп балалы ұтпасыларды қолдауға, білім беру мен денсаулық сақтау салыларын дамуытуға көнігі өліп, басты назарда ұстап келді. Елбасы саясатын арқасында ұлттық бұртытастықтың жаңа денгейіне көтерілдік, ұлттық кодымыздың егізі болып санылатын анатіліміз бен төлмәдің етімізді дамынтық. Қазіргі тамда бүкіл әлем біздің елімізді бүтінгершілік бастамалары арқылы өте жақсы тамыйды. Елбасының ерік жүгерімен табандылығын арқасында Қазақстанның жаңа астамасы бойгөтерді. Осының бәрі елбасының ерен елбегінің женісі. Сондықтан елбасымыз Нұсултан әвіш ұлын Азарбаев Қазақстан тарихында әуісі мемлекеттің егізін қалаған, Қазақтың мемлекеттілігін қайтар жандандырған Ұлытулға әртінде әңгалады. Уважаемың участники конференции, Все достижения нашей республики связаны непосредственно с іменем елбаса. Первый президент Казахстана нес огромный вклад в развитие страны. Руинах Советской империи он создал независимое, динамично разлюдающееся, стабильное социальное государство, признанное и уважаемое во всем мире. В этот ответственный период для нас важно сохранить все приоритеты и продолжить эффективную реализацию политики первого президента Казахстана. Важно сохранить единство и сплоченность нашего общества. Важно укреплять ключевые ценности нашей страны – независимость, территориальную целостность, мир и согласие, повышение благосостояния каждого казахстанца, а также вхождение в тридцатку наиболее развитых стран мира. Одним из символов преемственности курса Ельбаса для всех настало переименование столицы. Новое название главного города Казахстана стало ярким выражением, манифестацией, изыблемости политики Нусултана Абишевича Назарбаева по модернизации и развитию страны. Через изменение названия мы демонстрируем всем казахстанцам и международному сообществу, что курс Ельбаса будет сохраняться. Новая столица появилась благодаря политической воле и колоссальному труду Нусултана Абишевича Назарбаева. Известно, какие были трудности и сложности, связанные с остановлением главного города страны. Все они были решены благодаря постоянной заботе Ельбаса. И сегодня мы все гордимся нашей столицей и радуемся ее достижениями. И в целом столица нашей страны сыграла большую роль на развитии всего Казахстана, особенно на развитии тех регионов, которые примыкают к нашей столице и, прежде всего, нашей Ахмолинской области. И многие достижения, которые имели место в Ахмолинской области за последние годы, они, конечно же, непосредственно связаны с переносом нашей столицы. Все члены партии, как и большинство казахстанцев, поддерживают это решение и воспринимают его как выражение глубокого уважения и благодарности к заслугам первого президента по строительству независимого Казахстана и нашей столицы. Ельбаса будет продолжать влиять на стратегическое развитие нашей страны, поскольку он остается и лидером нашей партии, и лидером, и главой Совета безопасности. Для нас, всех партийцев, большая честь, что мы будем продолжать работать с Насултаном Абишевичем Назарбаевым, как председателем нашей политической организации. На этом важнейшем этапе для страны наша партия должна быть главным гарантом сохранения преемственности курса Ельбаса и достижения всех целей, поставленных первым президентом Казахстана. Это накладывает на нас особую ответственность. Надеюсь, все члены партии это ясно осознают. Таким образом, в новых исторических условиях, уважаемые коллеги, роль нашей партии еще более возрастает. Мы становимся ключевой силой, которая должна обеспечивать преемственность курса нашего Ельбаса. Ключевой силой, которая должна работать на сохранение наших главных ценностей, которые объединяет весь народ Казахстана. Поэтому, уважаемые коллеги, мы все должны понимать, что с принятием этого важнейшего решения наша партия теперь несет ответственность за многие процессы, которые происходят в нашей стране. Мы должны работать где-то по-новому, более, где-то активнее, интенсивнее, отстаивая стратегические приоритеты нашей страны, продолжая ту большую работу, которую начал первый президент Казахстана, Ельбаса Насталтан Алишевич Назарбаев. В этих условиях мы должны прежде всего сделать все необходимое для качественного и полного выполнения решений очередного 18-го съезда нашей партии, который состоялся 27 февраля. Многие из вас участвовали на нашем съезде. Съезд был важнейшим с точки зрения определения дальнейших приоритетов в развитии как страны, так и нашей партии. И в этой связи нам в предстоящий период необходимо организовать работу партии по следующим направлениям. Первое направление. Мы должны качественно, своевременно и эффективно реализовать все поручения Ельбаса, данные на съезде и касающиеся усиления социальной политики. На съезде представитель партии выступил с концептуальным докладом, который вместе с ранее обнародованными пятью социальными инициативами и октябрьским постам народу Казахстана сформировал новую социальную доктрину Ельбаса, направленную на повышение благосостояния каждого жителя страны. На их реализацию в ближайшие три года из государственного бюджета дополнительно будет выделено более 2 трлн тенге. Председатель партии определил несколько основных направлений социальной политики правительства и партии на ближайшие годы. Это повышение доходов и поддержка маловеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сферы образования и здравоохранения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в регионах страны, направленной на улучшение качества жизни граждан, прежде всего на сельских населенных пунктах. Ельбаса подчеркнул, что каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем. Этот тезис должен стать ключевым ориентиром в ежедневной работе каждого члена нашей партии. Партии и ее филиалы должны активно работать, чтобы все поручения первого президента Казахстана были реализованы качественно и сфере. Второе направление – реализация четырех общенациональных проектов, по которым Ельбаса дал поручение на съезде партии. В частности, мы уже приступили и в центре, и на местах к реализации проекта БАКТО-ПАСА, и эту работу мы ведем совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, другими государственными органами, акиматами, бизнесом и неправительственными организациями. Активно задействован и Республиканский совет по защите прав детей, который был создан в Ельбасе. Главная цель проекта БАКТО-ПАСА – повышение благополучия многодетных семей. Большая работа и в области в этом направлении проводится. Важно не оставлять к этой сфере внимание со стороны государственных органов. Все предпринимаемые в регионе меры в этой сфере целесообразно проводить под эгидой этого партийного проекта. Важно объединить усилия центральных и местных властей и правительственного сектора, и бизнеса. И партия здесь должна сыграть координирующую роль. Таким образом, уважаемые коллеги, первый проект, над которым мы все должны активно работать, который мы должны вместе реализовывать, АкТО-ПАСА направлен на поддержку многодетных, малообеспеченных семей. В этой связи очень большой пакет помощи выделяется таким семьям по поручению нашего Юльбаса. И очень важно, чтобы эту помощь реально получили, эту помощь ощутили многодетные семьи. Очень важно не ждать, пока они обратятся. Нужно идти в эти семьи самим. Все же фамилии есть, все списки есть. И очень важно сделать все необходимое, чтобы весь перечень поручений, которые Юльбаса дал, весь пакет социальной поддержки, который был озвучен Юльбаса, чтобы он был полностью реализован в области, и чтобы многодетные семьи реально почувствовали улучшение качества своей жизни. На это будет работать наш проект АкТО-ПАСА. Следующий проект Крупп-Тамекен направлен на развитие инженерной и социальной инфраструктуры в регионах страны. Это строительство и реконструкция автодорог, коммуникации, обеспечение доступа к чистой питьевой воде. И большая работа также будет проводиться по развитию окраин крупных городов. Филиалы нашей партии в рамках проекта Крупп-Тамекен должны выстроить системный мониторинг и контроль за строительством инфраструктуры. Огромные деньги выделяются. И в этой связи в рамках этого проекта мы должны вместе с правительством, вместе с соответствующими министерствами, вместе с акиматами обеспечить развитие, модернизацию инфраструктуры в регионах страны. Инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры. И здесь ключевая роль нашей партии, роль филиалов, роль наших фракций в маслехатах заключается в том, чтобы мы обеспечили контроль за реализацией этих мер и контроль за использованием средств, которые выделяются в рамках этого проекта. И уверен, что уже в течение предстоящих нескольких лет, когда будут реализованы задумки по развитию инфраструктуры в регионах страны, в сельских населенных пунктах, население реально ощутит эффект и плоды этого нашего партийного проекта. Следующий проект АУЛ ЕЛБСГ направлен на развитие села, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни в сельской местности. Партия будет активно участвовать в этой работе. И АУЛ ЕЛБСГ, он очень тесно связан с проектом Коптумекен. Если Коптумекен делает акцент приоритет на развитии инфраструктуры, инфраструктуры в рамках проекта АУЛ ЕЛБСГ, мы должны в том числе участвовать в работе по созданию новых рабочих мест, по созданию условий для развития бизнеса на селе, для создания иных условий для повышения качества жизни в сельских населенных пунктах. Делать все необходимое, чтобы молодежь по программе с дипломом в село ехала в сельские населенные пункты, работала там, оставалась на селе. То есть этот проект шире, чем развитие инфраструктуры. Поэтому мы должны активно принимать участие в рамках реализации этого проекта совместно с правительством, государственными органами, акиматами. И этот проект тоже направлен на повышение благосостояния граждан нашей страны в сельских населенных пунктах. И этот проект, нам тоже кажется, имеет большую социальную значимость. Еще один важный проект для нашей партии – Хаухка Кумек. Главной его задачей является оказание содействия в решении повседневных проблем наших граждан. Для этого во всех наших общественных приемных партиях, а их сегодня у нас по стране 234, созданы единые социальные окна, которые становятся координирующими центрами в рамках решения проблем и вопросов населения. Все четыре проекта будут во многом составлять суть нашей деятельности в предстоящий период. Поэтому очень важно выстроить системную работу на региональном уровне по всем этим проектам. Пакета от ПАСА – это поддержка многодетных семей, как я говорил. Коттумекен – развитие инфраструктуры, совместно с правительством, конечно. Аугельбесыга – поддержка сельских территорий, повышение качества жизни в сельских населенных пунктах. И ХАЛК КАКУМЕК – это проект, который является таким очень важным социальным проектом тоже. И ХАЛК КАКУМЕК – это проект, в том, на котором мы должны помогать и оказывать поддержку не только многодетным семьям. Есть же и другие категории наших граждан, которые нуждаются в помощи. Это и неполные семьи. Это и семьи, воспитывающие детей инвалидов. Это пожилые люди, которые остались, ну, в силу каких-то причин одни. Это молодые люди, которые не имеют работы, не имеют образования, не попадают в такую категорию, которая называется «Международной практики НИД». То есть наш проект ХАЛК КАКУМЕК направлен на то, чтобы поддерживать все категории граждан нашей страны, которые нуждаются в помощи. Таким образом, эти четыре проекта, они во многом являются сутью нашей работы в предстоящий период. Все четыре проекта, вы помните, озвучил Эльбаса на съезде партии. Он по ним дал поручения. И мы должны теперь обеспечить их полную и качественную реализацию. Наряду с теми инициативами, поручениями, которые мы до этого начинали реализовывать. Но о них я немножко позже скажу. Таким образом, уважаемые однопартицы, в Акмолинской области очень важно, Илья Горомбаевич, вывышка представителя нашего филиала, вот по всем этим четырем большим общенациональным проектам, вот на своем уровне, в своем регионе вы должны качественную работу выстроить. И во многом оценка работы филиала будет зависеть от реализации этих проектов. Третье направление. Важно обеспечить качественное выполнение всех целей нашей новой программы «Общество благополучия. 10 целей десятилетия», которая была подготовлена по поручению Ильбаса и принята на нашем съезде. Документ имеет ярко выраженный социальный характер и учитывает современные тенденции. Все 10 целей новой программы партии центруются вокруг человека. Они направлены на повышение благосостояния каждого казахстанца, на реализацию его интересов и повышение качества жизни. Отмеченные мной 4 проекта также входят в нашу программу. Предусмотрены и другие меры. Программа продвигает также идеологию инклюзивности. Все, кто нуждается в помощи и поддержке, не должны остаться без внимания государства и общества. Таким образом, в документе изложена партийная повестка на ближайшие 10 лет. Я не буду останавливаться на всех целях программы. Думаю, что вы с программой уже ознакомились и не имеете возможности с ней познакомиться. Она размещена на нашем портале в интернете. И реализация программы будет эффективной, если мы объединим усилия правительства, местных исполнительных органов, депутатов всех уровней, представителей гражданского сектора. Программа партии будет реализовываться в соответствии с комплексным планом мероприятия, который сейчас готовится совместно с государственными органами. В плане будут отражены целевые индикаторы, подробные мероприятия и ответственные исполнители. После утверждения на бюро полицовета партии документ будет направлен в регионы для реализации. Надеюсь, что Акмолинский филиал активно подключится к реализации новой программы партии на областном уровне. Четвертое направление. По поручению нашего председателя партии, наша политическая организация становится главным институтом по контролю за реализацией поручений АИБАСа и всех госпрограмм. На съезде на Султан Абишевич поручил нашей партии проводить заслушивание руководителей госорганов о ходе реализации государственных программ. Для этого центральным аппаратом разработан график проведения слушаний на ежемесячной основе. Так, до конца 2019 года мы планируем рассмотреть ряд программ по развитию предпринимательства, образования и науки, агропромышленного комплекса, здравоохранения, индустриально-инновационному инфраструктурному развитию нашей страны, а также по вопросам поддержки молодежи. Такую же работу необходимо провести и на региональном уровне. Необходимо проводить подобные слушания и по вопросам развития области и отдельных сфер жизнедеятельности вашего региона тоже нужно проводить слушания, заслушивать реализацию тех или иных планов, программ, концепции. И такую работу мы надеемся вы выстроите в самый ближайший период и начнете системно, поэтапно вместе с представителями гражданского сектора, вместе с депутатами масляхатов смотреть, как в области реализуются те или иные программы, направленные на повышение качества жизни населения. Продолжение следует... Козыргызге бергілі партия кызметін жанғыту үшін біз жоуалық тәсіл жүйесін енгіздік. Хазіргі тамда қолға алынған партиялық жоуалардың басын бөлігі онын нәтижесін беруде. Хазіргің өзінде еліміз бойынша 1427-ті айтий сынып ашылып, мұндаған бала бағдырламалау мен робот техникасынын егізін бүрінуде. Остыргызге акмулағың өзін ерекшіі атауың үміріді. ү іркене болуының өзі пеүші заобас әкісі нәбашлап областаго барлаг мүхтіп кампулар. Я вот хочу выделить Акмулінскую область В рамках реализации проекта по открытию IT-классов вы открыли 560 IT-классов по углубленному факультативному изучению основ программирования, робототехники, 3D-моделирования. И поэтому показатели вы являетесь одним из лидеров среди всех наших федеалов. Поэтому я хотел бы отметить работу федеала и поблагодарить за такую эффективную реализацию этого важнейшего партийного проекта, который мы реализуем по поручению нашей эльбасы. Сондаяк партияның бастамасы мен 32 IT-орталық ашылып, мұн жарынға жоқ қазақстандық цифрлық салаттылығын кетілдірді. Онын екеуі осы облыста ашылды. Нұрудан партиясыны мектеп астаналарының қызмет көрсету сапасын тексеруді де қоғалғанын жақсы білесіздер. Белдің өзінде партия қоғам белсенділермен, атаңалармен, және мектеп әкіншіліктермен бірлесіп, 3500 астқанаына тексеруді жоспарлаудыр. Арғырайда бұл жұмысты жаластыратын боламыз, сондықтан әнді бұл бағытта да біздің партиялы жоғамыз өзінің әкежесін көрсетуде. Ақмола ұлысыда бұл бағытта тұрыс жұмысты жатқан атар өтін кереді. Біздің бастамамыз бен отандық тапқаналар жанаша сипатқа еб олып, әрбір қала мен ауданда замануи каворкинг құталықтар пайда олуда. Сонымен қатар партиялық қадырлық резертті қалыптастыру жұмысу да жалғасы жатыр. Өткен жылы өнерлік денгейдегі партиялық башылық ұлауазындар мен барлық денгейдегі масликат епудаттарының резерві рысықталды. Бел республикалық денгейдегі қадырлық резерві рысықталады. Ақмола ұлысында да өнерлік денгейдегі қадырлық резерві жасалды. Оған енді біраз азаматтар күрді. Біз әнді сол тізімнен уақыты келген кезде мастикаттарға депутаттардың тізімін да қалыптастыратын боламыз. Және деміне партиямыздағы науазымда қызметтерге бізді сол әртестерімізді сұналдын боламыз. Қадырлық резервті дайындаймыз, онда екес барымыз бар. Сол қадырлық резервті біз әнді Ақмола ұлысында азаматтарын, бізді партиямызның үшелерінің күргізуге дайымыз. Сондықтан сіздерді, сіздерін өкілдеріңізді біз әнді республикалық қадырлық резервті да күргізуге дайымыз. Партия жұмысының тағы бір маңызды бөлігі бастауш партия үмдарының бейсенділігін артырып, осы бағытта дайындалған түжімдаманы жүзеге асыруы болып табылады. Осы бағытта қалықта алындатқан өзекті мәселерді шешу жұмыстарына бастауш партия үмдарының бейсенді қатсуын қамтамасыз етіміз керек. Осылайша, күрметті әрпестер, алдағы уақытта осыған дүйінгізеге асырылып келген партиялып жұбаларды және бастамаларды әрі қарай жалғастырып, осы бағыттағы жұмыстарды да күшелдіміз ғажет. Партияның елдамуындағы ролы мұдан ары арта түсті. Қалыптың сезді әтілген шаралардан да үлкен үміті бары екені бір білі. Сондықтан партия елдамуының жаңа кезеңде жаңа қарқынмен ерекші екенімен жұмыс үстегі ұғажет. Осы ретте елбасы алдымызға қойған барлық мақсаттарды бәріміз мүрге жүзеге асырамыз деп сенеміз. Ол үшін бәріміз жұдырықтай жұмылып, әлекет етіп, елсенді жұмыс үстегіміз керек. Сол жолда баршаныңызға табыз пен сәтіліктілемін. Еліміз аман жұртымыз тұмыш болсын, Атмола олғысы ары бірайда үркенде берсін, елбасыңыз аман болып, тәуелсіз қазағерлерінің құрша сәверсін. Келес сөз Нұратан партиясың жарқайын ғауымақтың филиалын тұрғасы аудан әкімі Мұрат Сағатылы Балпанға берледі. Нұратан партиясының 18-ші сезінде елбасы партия тұрғасын Рұстан Абыш Назарбаев азаматтардың табысы мен өмір сұру сапасын артыру бойынша үлкен бастымалар көтеріп, үкімет алдында тұрған алюметтік саясатын басты бағатын анықтап берді. Елдің келметін қауыттың тұрмысын жақсартуға арналған елбасының барлық тапсамасын бізге жүктерген ауқымды міндеттеп аптап, оларды орындау жолында бір неше егістер атқарылды. Сеуіне Жарқаинскім районе кәкефциялын бастыране следуя решениям съезда и руководства партии, развернута большая работа по реализации и контролю поставлен задач в партийной программе «Общество благополучие 10 целей 10-летия». В совокупности данных поручений Ельбасы особое внимание уделяется реализации региональной политики, в частности развитию малых и моногородов. Я бы хотел через призму малого города Державенск, расположенного в нашем районе, отметить отдельные приоритеты. В городе с каждым годом растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. Наряду с этим проводится работа по развитию государственного частного партнерства, которое выражается не в документальном подтверждении, а в финансировании проектов на партнерских отношениях. Для решения проблем по доступности жилья населению положительно решаются вопросы по восстановлению ранее разрушенных домов в микрорайоне города. Восстановлено 5 многоквартирных жилых домов, что дало возможность обрести квартиры 379 семьям. Благодаря вашей поддержке и пониманию проблем, уважаемый Эрмик Пуромбаевич, сегодня ведутся работы по восстановлению еще одного 75-квартирного дома. Кроме того, имеется возможность реконструировать еще 4 80-квартирных домов. На сегодняшний день разработаны поезды госэкспертизой для восстановления 60-квартирного дома. Восстановление ранее таких домов прежде всего дает большую экономию бюджету. В частности, если на реконструкцию одного пятиэтажного дома требуется около 300 миллионов тенгет, то на строительство дома с фундаментом потребуется в два раза больше затрат. И если говорить с позиции требований дня, о приоритетности решения жилищных проблем многодетных и малозвечных семей, то решение вышезназначных предложений стало бы хорошим подспорьем. Проект Кутамикен акцентирует развитие инженерной и социальной инфраструктуры. С уверенностью можно сказать, работы, входящие в данный проект, в городе проводятся. В текущем году полностью реализованы работы по реконструкции системы канализационных сетей и объектов очистных сооружений. Финансовые средства, выделенные из областного бюджета в этом году, будут направлены на благоустройство города. Это ремонт внутригородских дорог общей протяженностью 12 километров из имеющихся 44. Установка блочно-модульной котельной, открытие детского развлекательного центра. Вместе с тем, для успешного претворения высшеназначных проектов имеется проблема по централизованному водоснабжению. Как вы знаете, в последнее время большой акцент не передается развитию окраин городов. У нас 5% горожан, живущих на окраине, не подключены к центральному водоснабжению. Проблема разрешима при выделении определенных финансовых средств, при том, что имеются поезды государственной экспертизы. Проектом АОЛ и Эльбесыг предусмотрено партийное участие в реализации акций с дипломом в село. Очень актуальная тема сегодняшнего дня. Что нами делается в этом направлении? На протяжении 5 лет в районе работает программа по обучению выпускников школ, медицинских вузов. Что даст возможность обеспечить местными кадрами в сфере здравоохранения. Получила положительную практику привлечения молодых специалистов в село, в котором на постоянной основе выплачиваются подъемные пособия и льготные калитования для приобретения жилья. Для дальнейшего развития данного проекта в районе будет продолжена работа по привлечению специалистов для прохождения специализировки в сельской местности. Тем более, что все условия создаются для их дальнейшего закрепления. Патриотические чувства наших односельчан дают предпосылки для претворения и реализации проекта «Уттымикен». Наглядным примером является совпадение желаний и возможностей руководителей сельхозтоваропроизводителей по улучшению социальной сферы села. В 10 селах района за счет собственных средств восстановлены объекты социально-культурного значения, образования, открыты новые рабочие места. Отрадна, что данный опыт получил свое продолжение и в других селах. В целом, по итогам года в экономику района было инвестировано около 5 миллиардов тенге инвестиций. В целом, на самом деле. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...